Дорогие друзья, с тяжелым сердцем обращаемся к вам с сожалением и грустью. Насколько нелегко передавать такие моменты, но мы считаем важным делиться с вами тем, что происходит в нашем мире. Сегодня мы хотим сообщить вам печальную новость. В Москве от сердечного приступа скончался знаменитый актер и комик Юрий Стоянов. Известность и любовь зрителей пришли к этому артисту, только ближе к его сорокалетию. В это же самое время в его жизни возникла и настоящая любовь. Имя Юрия Стоянова известно, сегодня всем жителям России, Украины и Белоруссии, его называют лучшим комедийным актером. Но несмотря на это, в его репертуаре появлялись далеко не только смешные роли. Юрий Стоянов прославился, после выхода на экраны юмористической программы «Городок», которую он создал в партнерстве с Ильей Олейниковым. Этот проект стал настоящим прорывом и принес артистам невероятную популярность. «Городок» выходил в эфир с 1993 по 2012 год и стал культовым шоу для многих поколений зрителей. В каждом выпуске Юрий Стоянов и Илья Олейников представляли зрителям забавные и остроумные скетчи, пародии и сценки из повседневной жизни, наполненные тонким юмором и сатирой. Идея создания «Городка» родилась у Стоянова и Олейникова в начале 90-х годов, когда телевидение переживало непростые времена, а зрители искали что-то новое и оригинальное. Объединив свои таланты и креативные идеи, артисты создали уникальный формат, который быстро завоевал сердца зрителей. Юрий Стоянов и Илья Олейников стали настоящими символами комедийного жанра, на российском телевидении, и их совместная работа стала примером настоящего профессионализма и дружбы. Юрий Стоянов оставил неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Его талант, харизма и неповторимое чувство юмора сделали его незаменимой частью отечественного телевидения и кино. В каждой роли, будь то комедийная или драматическая, он умел передать всю палитру человеческих эмоций, заставляя зрителей смеяться, плакать и задумываться. После завершения своей работы в «Городке» Юрий Николаевич, не переставал удивлять и радовать публику. Он активно участвовал в различных телепроектах, демонстрируя свою многогранность и способность к перевоплощению. Его работы в проектах один в один, «Живой звук» и Стоянов стали настоящими хитами, каждый раз, подтверждая его высокий профессионализм и любовь к искусству. Кроме того, Юрий Стоянов проявил себя и как талантливый певец. В своих музыкальных номерах он вкладывал душу, передавая через песню все свои переживания и эмоции. Зрители всегда с нетерпением ждали его выступлений, ведь каждый раз это было маленькое чудо, наполненное искренностью и талантом. Не только на экране, но и в жизни Юрий Николаевич был человеком с большим сердцем. Его доброта, отзывчивость и желание помочь всегда оставались незамеченными для окружающих. Он много времени уделял благотворительности, поддерживая различные фонды и инициативы, направленные на помощь детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Юрий Стоянов обрел известность и любовь зрителей, только ближе к своему сорокалетию, что подчеркивает его стойкость и преданность своему делу. В это же время в его жизни возникла и настоящая любовь, что сделало этот период особенно значимым для него. Имя Юрия Стоянова известно всем жителям России, Украины и Белоруссии. Он заслуженно считается одним из лучших комедийных актеров нашего времени. Его талант не ограничивался комедией, и он продолжал играть роли, которые выходили далеко за рамки жанра юмора. В его репертуаре появлялись серьезные, глубокие и драматические образы, которые он воплощал с таким же мастерством. Известность и любовь зрителей пришли к этому артисту, только ближе к его сорокалетию. В это же самое время в его жизни возникла и настоящая любовь. Имя Юрия Стоянова известно, сегодня всем жителям России, Украины и Белоруссии его называют лучшим комедийным актером. А он все также продолжал играть, причем в его репертуаре появлялись далеко не смешные роли. Юрий Стоянов прославился, после выхода на экраны юмористической программы «Городок», которую он создал в партнерстве с Ильей Олейниковым. Даже после закрытия «Городка» исполнитель, продолжил активно работать на телевидении. Так, Юрий Николаевич часто снимался в рекламе, в частности для компании Триколор ТВ. На канале «Культура юморист» вел телешоу «Большая семья», программу «Лучшие годы нашей жизни», представлял на канале «Россия», а с 2013 по 2014 год принимал участие в передаче «Живой звук» в телепроекте «Один в один». Начиная со второго сезона, Юрий Николаевич стал постоянным членом жюри. За время существования программы артист не только оценивал участников, примерявших образы различных популярных звезд эстрады, но и сам попробовал перевоплотиться в известную персону из мира музыки. Выбор актера, полно знаменитого оперного певца Лучано Повороте. Перед зрительным залом Стоянов, загримированный под великого итальянца, исполнил песню «Карусо» в памяти Карузо. Сам юморист вне проекта, мастерски перевоплощался в разных известных личностей. Самыми смелыми пародиями артист, успел порадовать зрителей во время новогодних шоу. В 2015 году Стоянов выступил в роли Элтона Джона, и даже спел в этом образе. Перевоплощение тяжело далось не только исполнителю, но и реквизиторам. Они обклеивали стразами рояль приглашенной звезды, в течение четырех суток. Затем под прицел юмориста попали политики, и в 2016 году актер, сделал пародию на Ангелу Меркель, а в 2017 появился, перед зрителями в образе Дональда Трампа. Стоянов неоднократно выступал на новогодних «Голубых огоньках», в дуэте с певицей Еленой Военгой. Так, в 2014 году артисты, подготовили оригинальный номер с мотивом двойничества. В 2016 знаменитость, пригласили в Comedy Club, а в 2018 году Юрий Николаевич, стал гостем программы «Квартирник у Маргулиса». Юморист рассказал зрителям, много смешных историй из школьного детства и юности, в частности связанных с профессией его отца. Поведал также о заработках за границей и вокальных выступлениях на миссокомбинатах в 80-е. Кроме того, артист порадовал публику песнями, аккомпанируя себе на гитаре. В 2019 году на российских экранах стартовало новое развлекательное шоу «Стоянов», в котором актер с творческой труппой постарался представить зрителям галерею ярких персонажей в смешных ситуациях. Аудитория сразу по достоинству оценила проект, найдя в нем отголоски старого доброго городка. Помощниками артистов создания и умористических скетчей стали такие популярные актеры театра и кино, как Мария Аронова, Ян Цапник, Павел Прилучный и другие. Некоторые исполнители предстали перед зрителями в совершенно новых, неожиданных амплуа. Первая встреча Юрия Стоянова и Ильи Олейникова, положившая начало долгого сотрудничества, состоялась на съемочной площадке картины «Анекдоты». Для Стоянова это был дебют в кино. Оба артиста получили совсем незначительные роли и решили, что их просто недооценивают. Позже в разговоре выяснилось, что они еще и родились в один день, правда с интервалом в 10 лет. Какой из этих факторов был определяющим в решении, создать творческий тандем, сказать трудно. Но судьба неспроста свела этих двух комиков, и вскоре они уже трудились над выпуском новой юмористической программы.